Лихач улетел с дороги, машина встала на капот и вспыхнула. Мужчина выжил, но ему потребовалась помощь врачей. Подробнее в нашем репортаже. Авария произошла в Озерске. По предварительным данным, лихач превысил скорость, и из-за этого машина улетела в кювет, перевернулась и вспыхнула. Очевидцы сразу принялись помогать пострадавшему. На месте происшествия работала машина пожарных. Сам водитель в этом жутком ДТП выжил. Кабина «Газели» превратилась в груду металла, но все выжили. Авария произошла на трассе Тюбук-Кыштым. По предварительным данным, 33-летний водитель «Газели» въехал в дорожную технику. В автомобиле виновника был 22-летний пассажир. Его госпитализировали. Разбил свой автомобиль, чтобы его не забрали на штрафстоянку. Поздно ночью парней остановили сотрудники полиции, но отдавать свою машину стражам порядка они не захотели. Тогда и приняли решение привести его в негодность. Молодые люди стали прыгать на крыше авто, выламывать двери, выбивать стекла и отрывать сиденья. А один из товарищей и вовсе предложил сжечь автомобиль. Не исключено, что юноши были в состоянии алкогольного опьянения. Попал под колеса легковушки, но встал и смог идти. Самокатчика сбили в центре Челябинска. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Судя по кадрам, темная легковушка поворачивает налево перед встречным потоком автомобилей. Парень на самокате уже начал движение на зеленый сигнал и попал под колеса. После падения Челябинец встал и сам ушел с проезжей части. Спустя время водители пострадавшие разъехались. Первоклассник попал под колеса легковушки около школы. Авария произошла в Магнитогорске. Со слов очевидцев, автовладельцы здесь часто превышают скорость, а мальчик в этот момент перебегал дорогу. Ребенка с травмами госпитализировали. ГИБДД проводит проверку. Возле радиотехнического техникума ребенок на велосипеде попал под колеса Лады. Очевидцы говорят, что мальчик выехал на зебру на двухколесном транспорте, и водитель его не заметил. Школьника госпитализировали. Массовое ДТП в Магнитогорске. По данным полиции, 34-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан, превысил скорость и столкнулся с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Всего в аварии пострадали пять машин. Новенький зеленый трамвай столкнулся с фурой на улице Новороссийской. Виноват водитель большегруза. Он ведь должен был уступить вагону дорогу. Из-за ДТП на этом участке трамвайных путей смотрите, как быстро собралась пробка из вагонов. Движение трамваев в Ленинском районе на время оказалось парализовано. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Догнал другой вагон. Вот так в Магнитогорске столкнулись два трамвая. Водитель общественного транспорта не соблюдал дистанцию и отвлекся от управления.